Хопа, не ожидали. Ниссан МВ-200, пирожок с холодильником-рефрижератором, Крином из Америки. Поехали, буду рассказывать. В ДТП была вот эта вот мисс дверей, тут порог, и вот эта дверь была немного задета. Они рихтовались, делались, тут остались все детали родными. Мне от ничего не пришлось. По салону выглядит это вот так. Выглядит это вот так. Там есть место для ручной уклади различных. Там, собственно, рефрижератор. Выглядит вот так. А теперь здесь система стабилизации отключается. 79 тысяч миль пробега. Это порядка 125 тысяч километров на скидку. На скидку так. Есть кондиционер, автоматическая коробка, двигатель 2.0 литра. Не пушка, но неплохо. Магнитола с монитором, с камерой заднего вида. Также она с флешкой, ауксом. Здесь у нас еще, по-любому, я думаю, должен быть блютуз. Здесь есть розетка вот такая вот. Она американская, но можно купить переходник. Или сделать нашего резко вывести. Это чтобы, когда машина стоит на приходе, не нужно было ее. Так, с боковой двери мы видим вот такую вот штучку. Холодильник. Тут все его параметры. Если кому-то это о чем-то говорит, можно почитать. Здесь закрываем, двигаемся к задней двери. Кстати, резина одуренная вообще. Одуренная, протектор. Моя же новый, 19-го года выпуска резина. То есть уже меняная. Здесь мы имеем такой пейзаж. Открываем одну створку. Открываем вторую створку. Вот у нас работает рефежатор. Он тут включается и выключается в фаренгейтах температура. Открываем сие чудо. Открываем сие чудо. Вот такая вот здесь получается картинка. Приблизительно попытаюсь передать объем. Ну вот так вот. Его только что включил для обзора. Вот так вот защелкивается. И мы его выключаем. Cold Stainer. Под капотом двухлитровый конь. Здесь ничего не трогалось, не касалось в Украине вообще. Вот как приехал, а так и есть. Все чисто, все на месте, все хорошо, все красиво. Отсюда ушли. Камера заднего вида в деле. С проекцией. Ну что скажу. В транспорте коммерческом я не сильно силен. Я в своей жизни продавал там пару-тройку микроавтобусов. Но тут интересный экземпляр, конечно, с холодильником. Там все такое. Ощущение от автомобиля. В первую очередь я считаю абсолютно удобной вещью то, что в нем стоит автомат в этом автомобиле Nissan. Он 2018 года выпуска. Модель нам, по-моему, пошли декабрь 2017. Удобно, что он на автомате. Удобно, что он на автомате, потому что человек, который будет брать этим автомобилем, неважно, это человек будет частное лицо или это будет водитель в компании какой-то. Сейчас трафик в 21 век, телефоны, звонки, записи какие-то. Там надо что-то отметить. В любом случае на автомате вот я сижу сейчас с вами и любезно общаюсь в камеру. На механике это делать гораздо сложнее. Посадка здесь удобная. Ничего не могу сказать. Я не думаю, что здесь будет человек уставать за рабочий день. Едет она. Покажу, как, кстати, да, мы это проверим. Пушки в ней однозначно, конечно, нет, но едешь ты с комфортом. Шума, в принципе, минимум, я так скажу, какого-то, чтобы где-то что-то тарахтело, там, ляды, там, какие-то вещи. Не замечаю. Ну, кому нужны такие, кому нужен такой автомобиль, что-то возить в холодильник, я считаю, что идеальный вариант. Абсолютно. Боя повреждения, мизерное, ничего тут не случилось. Служивает внимание зеркала с дополнительными вот такими уголками, объемными такими, которые обзор увеличивают. Здорово. Ну, и, конечно, что камера заднего вида есть, это тоже хорошо, потому что я всегда напрягаюсь, когда сзади нет обзора, когда нет зеркала заднего вида, как же выезжать, непросто так. Ну, а камера, конечно, здорово помогает. Чтобы погнали с пробуксовкой, поедем, ну, сейчас, что нам покажут. Я еду в гору. Внимание. Сотня. Не, не сотня, вру. Вот сотня. Коробка, судя по всему, вариатор. Кстати, вот еще подлокотничек тут есть такой. Хорошо, удобно. И поехал. А еще вот так складывается сиденье пассажирское. Единственное, чем удивлен, что в американце и нет круиза. Такое не помню, встречал ли вообще круиз. У них есть в самых таких пустых комплектациях, что здесь они его не предусмотрели. Удивлен. Наверное, просто для того, что он предназначен все-таки для городских больше поездок, чем для трассы дальних. В этом, наверное, основной смысл. Знаете, что дополнить? Это Nissan. Я думаю, с ним все будет хорошо. Еще долго и счастлив он будет ездить. Радовать. Я, по своим ощущениям, не напрягаюсь за руку этого автомобиля. Я чувствую себя комфортно. То есть, не чувствуешь себя шофером каким-то, извозчиком, в принципе, достаточно удобно. Поэтому, не знаю, что сказать. История у него понятная, прозрачная. Удар легкий, виден. Там все понятно, ну, вот сделали. Все. Приезжайте, посмотрите, прокатнете и заберете. Всего хорошего. До встречи. Тут по нишам. Большой-большой такой вот этот отсек для файлов, документов. Очень удобно, кстати. Да, вот это вот. Как раз где-то формат А4. Здесь ниша. Еще такая небольшая подручную кладь. Да, ну и все отлично. Бардачок. Небольшой. Да, электростикоподъемники с дотяжками. Про его высоту. Я ростом в 183 сантиметра. Ну, на вскидку, да, возьмем вот так. Чуть-чуть он ниже меня, по идее. Ненамножко. Ненамножко. Вот, это по высоте. По длине я ложиться не буду, стелиться. Но нам нужно в интернете доставить такую информацию. Снежок свежок. Косолапый думал, дай полежу. Ну, тут медвежатники напишут. Ну, ничего, ща у них мы вынем движок. Зима родна.